Снова здравствуйте, дамы и господа. Мы проходим наш специальный мануальный массаж. И вот мы уже в первом сете разогрели, растерли тело человека. Во втором сете проревели, рывели, да? И в третьем сете продолжаем уже более глубоко работать кулаками, кулачковой техникой. Значит, вот как мы закончили, да? У нас такое правило. Первое глубокое вхождение в тело человека, что подсказывает подсознание, что будем дальше глубже работать. И где закончили, там и продолжаем. Значит, начинаем с плеч и лопаточной зоны. Где-то ее растираем достаточно жестко, глубоко, костяшками вот этих пальцев. Для этого у нас рука превращается в лапу леопарда. То есть, кошечка подогнула когти, подобрала их, да? И получается вот плотное такое вот основание, как блюдечко, видите? Здесь важно, чтобы не торчали пальцы, да? А именно вот этими костяшками. Значит, лапа леопарда, она может делать несколько приемов. Например, вот шестеренка, когда они ходят по очереди. Каждый пальчик. Очень удобно для округлых всяких вот форм. Здесь, например, вот здесь вот. Для этого надо потренироваться сначала, чтобы работали пальцы по отдельности каждой. Ну, допустим, вот давайте вот в воздухе попробуем, потренируемся вместе с вами. Значит, не просто загибаем вот так пальцы, да? А веером. Вот так и вот так. Это открытые пальцы. Теперь лапа леопарда. Тоже вот так раз, 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 раз. Теперь на теле человека по очереди указательные пальцы, самый длинный палец клонча, безымянный палец мизинец. Все должны ходить по очереди. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И то же самое лапа леопарда. Не вот так прижались, да? А именно ладонью поднимаем полностью все пальчики по очереди. Мизинец, безымянный, каланча, указательный. И вот начинаем, соответственно, растирать методом шестеренки. Теперь прием. Ткань зажала в жернова и заживала ее вот так вот. Как будто, видите, в шестеренке заживала. Ткань. Достаточно жесткая, глубокая проработка. Сразу пошло покраснение. Гиперемия называется, что говорит алхоз. В хорошем состоянии тела человека. Далее мы подхватываем лопатку в трех местах. Раз, два, три. Вместе с плечом. Приподнимая ее, она должна приподняться. Это говорит о том, что человек расслабленный. И у него спереди мышцы не тянут. Если мышцы натянуты, а это именно вот малая грудная мышца здесь идет, да? И передний дельта. Передний плечок дельты. То тогда лопатка прям вдавливается в стол. Ой, плечо вдавливается в стол. И мы его не можем оторвать. Запреждаем человека, чтобы он просто расслабился, да? И поднимаем три раза в трех местах. Опять же нюанс. Если будем пальцами поднимать, да? То так будет больновато. Можно там на лимфку узлы нажать. И там же еще нет на окончание идут. Если костяшками поднимаем вот этими, да? То тоже будет больно. Поэтому плоскостью. Кладем руку плоскостью. Теперь захватили за крайний угол лопатки, растрясли. И она как бы выпадает, падает на стол. Растрясли так мелко, дробно. Вибрация такая. И такая вибрация уже покрупнее, когда мы перекидываем лопатку из руки в руку. Так называемый пинг-понг лопаткой. Если рука падает, ничего страшного. Далее покрываем все тело, ну, например, двойной линией такой, да? Двойной кольцевой захват. Только классическим массажем вот так делается. Для нас это слабовато, слабенько. Мы делаем это все лапой леопарда. Вот прям жестко-жёстко разминаем. Сбоку одна линия прохода до конца. И вторая линия прохода. То есть наша теперь задача общая всю вот эту зону довести до гиперемии. Все должно прям вот покраснеть. Вот такой же прием захват с прокруткой. То есть ущипили и прокрутили. Ущипили, прокрутили. Ущипили, прокрутили. Ущипили, прокрутили. Теперь прием называется метелка. Растираем всю эту зону сразу. Рука расстанная висит. А второй рукой мы управляем. Так вот, быстро, быстро, быстро. Туда-сюда. Не бойтесь, пальцы не поломайте. Хотя пальцы должны быть достаточно гибкие. И вот в эту сторону. Ну, прием такой инь-янь называется. Эта сторона у нас горячая, это холодная. Иногда клиент это прям чувствует. Горячо холодно, горячо холодно. Сразу же, не отходя от кассы, рука превращается в лапу леопарда. И мы натиранием лапу леопарда уже растирания, но такие более глубокие. Видите, сразу покраснение пошло. Переход на момент растирания на ягодицу. То есть туда-сюда. Вот растерли еще ягодицу. Растерли. Здесь захватили трапецию. А мы каждый раз будем возвращаться к верхней трапеции. Каждый раз ее вверх оттягивать. Теперь же рука превращается в кулак полностью. Настоящий прям плотный кулак. Как вот в единоборстве. И вот этими костяшками паравитабральной мышцы растрясаем. И вот такая вибрация достаточно жесткая. При этом спрашиваем человека, терпим мы ему или нет. Нормально. Если не терпит, ну допустим, у женщин по нижней коже, то можно вот так опустить руку. Кулак, да, плоскость будет помягче. У некоторых там, например, у спортсменов у них лопатки шире, то есть прямо между остистыми и уголком лопатки кулак спокойно проходит, да. Просто костяшками больно по костям другим, да. Если по уголку лопатки нам придется костяшками, то дальновато по остистым. Поэтому надо пройти между этим. Ну, опять же, маневрируем под человека. У женщин, например, лопатки уже сведены, да. Тут расстояние меньше. Поэтому можно дойти до сюда, развернуть перпендикулярно и пройти вот между лопаткой вот так вот. Опять захватываем трапецию, тянем на себя и уходим вниз. Прием называется следующий. Это открываем ключи шлюзов. То есть двумя кулаками впиваемся между остистыми отростками и паралитабральными мышцами прямо сюда вот в эту ложбинку. И наша задача оттянуть мышцу. Вот видно вам. От костей. От центра. В бок. Вот она должна вот так вот отойти. Соответственно, первая рука у нас ведущая. Она начинает. Раз, откажи, два. Открыли. Раз, два. Раз, два. Это движение призвано только именно на паралитабральные мышцы. Поэтому не надо там где-то еще водить. Наша задача все-таки мы приближаемся к хрусту. А хруст будет именно в ребинопопе, в первичных сочинениях, которые от позвоночника примерно на три пальца находятся. Вот здесь. Если мы думаем, что отодвинем, то вот она в принципе чувствуется. Вот эти ребры, вот они крепятся, где вот эта гряда реберная, она ощущается. Значит, открыли ключи шлюзов и дальше открываем шлюз. Потекла вода. Открыли сам шлюз и потекла вода. Кулаком крым. Если б... Видите, мы как бы рисуем тельняшку на селе человека. Если бы мы делали массаж с двух сторон одновременно, то это было бы вот такое вот движение. Нарисовать тельняшку на теле человека. Ну, в данном случае, что мы делаем? Отодвигаем мышцы, да, из отработанной зоны вводим лимфу всю вот туда, в переднюю часть организма. Назад возвращаемся не с пустыми руками, чтобы просто переносить руки, да? А опять же, кулаком захватили из-за остистой отростки с той стороны, большим пальцем с этой стороны. Вот мы, плотный захват. И с утяжелением расшатали позвоночник. Доходим до места ППС, пояснично-подвздошный сустав. Это я вот вам однократно показывал. Вот здесь вот, между косточкой этой и косточкой этой вот здесь находятся мягкие ткани. То есть, надо прямо вот сюда загнать пальцы, костяшки, и расшатать это место как следует. То есть, прямо вот туда загоняем руку стяжками, а с этой стороны большим пальцем, да? Ну, поскольку мы больше работаем с противорожной стороны, потому что, поэтому там больше абсцент. То есть, там прям большим пальцем вот туда вот. Заходим, расшатываем вот это место. Можно даже вот пробить, чтобы он разошелся. крестец это пять срочекся позвонков, но у них тоже, значит, есть остистые отростки. Вот между этими остистыми отростками, ну, и вот так вот рисуем восьмерочку. Разминают их. Также вот КПС уже, крестцово-подвздошный суставы тут находятся, да? У них тоже есть связки, мы их тоже разминаем. Вот эти связки. Вот, значит, мы методом шатцу прижимаем эти точки, да? Далее, вот у нас пять срочекся крестец, это пять срочекся позвонков, но между ними, опять же, должны быть поперечные отростки. Между поперечными отростками выходят, как мы видим, корешки. Нервные корешки, радикулы называются, да? Между пятью сколько отверстий? Четыре получается. Вот мы их место выходов прожимаем, возвращаемся опять к суставу ППС, связки, вернее, ППС, Проминаем ее и по гребне уходим вниз, вот сюда. То есть вот по жестче продавили, проиближивали, по вот этому проходимся, четыре отверстия вот здесь вот прожимаем, они прям буквально там чувствуются, как вот через мизинчик. Вот мы переходим так раз, два, три, четыре. вот ямочка ППС, ее продавили и по гребню ушли вниз. Гребень, кстати, вот видите, ягодицы заканчиваются визуально здесь, но на самом деле это мышцы, место крепления мышц, а сам гребень выше, вот он на сколько. Видите, вот у мужчин где-то сантиметров на пять, получается шесть, у женщин вообще на восемь сантиметров, он вот такой восемь-десять сантиметров еще выше. То есть, значит, по месту крепления мышц с этой стороны по месту крепления мышц с этой стороны выходим и по центру самого гребня выводим вот туда все. Каким способом мы выводим вообще неважно, можно кулаком, можно там пальчиками, можно вот иногда один палец вот там вот выставляю, да, чтобы прям продавить поглубже вот одним пальцем. И занимаемся теперь ягодичной зоной. Значит, лапа леопарда превращается в куриную лапку, это когда вот мы поджарим все пальцы вместе и разводим все в стороны. Потренируйте, чтобы они все расходились в разные стороны. Большой палец не сюда вбоку ходил, а вот назад, назад от всех этих пальцев. Таким образом устанавливаем вот в это место ППС большой палец. Здесь вот крестца вместо крепления мышц отжимаем вот туда, а второй рукой перпендикулярно ставим на этот палец и отжимаем от подвздошной кости вот сюда. Не сюда мы отжимаем, а именно и гадичные мышцы от подвздошной кости. Получается вот такое двойное движение раз-два, раз-два по очереди. И в этот момент, смотрите, у нас большой палец массирует этот сустав. Продольно, поперечно, продольно, поперечно, туда-сюда. Вот они друг за другом ходят. Видите, большие пальцы как работают. Уводим все до конца и теперь прием называется пекарь месит тесто. Всю эту большую группу мышц мы разминаем кулаками прям хаотично и на сведение, и на разведение, и на скручивание, и по диагонали, и туда, и сюда. Не надо на одном месте шевелиться, надо полностью все ее покрыть хорошим румянцем. Так вот скажем, когда мы это сделали, теперь встаем в упор с этой стороны в бедро, а тут отставляем локоть и получается вокруг мышцы вот так, я вам уже говорил, то есть поперек этих мышц мы проходим с лапой леопарда. Вот у нас получается вашей палец как циркуль встает на версту кости, а тут прорабатываем место крепления снизу, место крепления посередине, место крепления сверху, потом кулаком проходимся поглубже вот так, место крепления снизу, по центру, сверху. И теперь вдоль этих волокон с вибрацией прям кулаком, прям вот этой костяшкой доходим до крестца. Крестец достаточно крепкая кость, ее можно прям пробить, кулаком, острием прям из этих костяшек проработать, для тех, конечно, кто терпит, да, но когда мы дошли до базиса, нашего камня преткновения, вот между этими точками находится R5-S1, то дальше по астистым отросткам будет больно костяшками идти, поэтому мы опускаем руку вот так, зажимаем астистые отростки либо здесь, либо между этими пальчиками, и с утяжелением расшатываем вот сам позвоночник. И у нас опять, видите, таз ходит ходуном. Вот, все расшатали прям до головы. Теперь, как правило, здесь бывает компрессионное сжатие, мы растягиваем эти позвонки, уперевшись вот так вот в крестец, а тут позвонки сами, да, и друг от друга вот отталкиваем, вот такая скоба большими пальцами, отталкиваемся друг от друга. Идем дальше. Я уже говорил многократно, да, что все кости, которые растут у нас в организме, все это начинается от турбоматери, от пупука, да, и от крестца вот все начинается. Которые растут, кости вверх, мы всегда толкаем вверх, те, которые кости отсюда идут вниз от нашего базиса, да, мы толкаем вниз, соответственно, вот оттуда упорлись. Крестец и постоянно толкаем туда. И вот такая вот растяжка, идет. Ты чувствуешь, как растягивается? Да, который лежит. Тянем. Соответственно, здесь уже расстояние большое, да, поэтому отталкиваемся локтями от себя, от своей грудной клетки. Вот, нависаем на центр тяжести над серединой вот этой зоны, которую мы прорабатываем. Тянем, 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 доходим до черепа. И вот череп уже вытягиваем относительно крестца. декомпрессия. Назад выходим. Также захватив позвоночник с этой стороны костяшками, с этой большим пальцем. И с утяжелением вот мы его расшатываем. Далее захватили артисты отростки вот так вот костяшками пальцев. вот этими костяшками глубились как можно глубже с утяжелением. И также вот мы все позвонки расшатали. Они тоже могут уже в этот момент прохрустеть. И переходим к сету номер 4. Это нож входит в масло, когда мы квадратные мышцы человека растягиваем. Но об этом уже будет в следующем сете, потому что это начинаются локтевые техники, то есть мы погружаемся все глубже и глубже в тело человека. В этом смысл нашего специального массажа. Дальше будет еще интереснее. Не отключайтесь, приходите к нам. С вами был Олег Аллахудин. Халихоп!